На любой вкус, возраст и кошелек. Среди разнообразия товаров на выставке-ярмарке «Город мастеров» каждый мог найти себе то, что нужно. Деревянная утварь для дома от Бондарей из Большеберезняковского района. И чалковская керамика, и урусовские валенки. Функционально и с народным колоритом, а самое главное, сделано своими руками. И сколько у вас уходит на производство такого? На производство? Ну, по времени. По времени. Сколько у вас уходит? Семь лет. О, семь месяцев. Семь месяцев делаете вот одну такую чашку? Из-за чего, сейчас скажу вам, то есть едем в лес, пелем, сушим. То есть это производство, это не быстро. И уже по истечению шести-семи месяцев получается такая чаша. То есть это, можно сказать, выстраданная уже? Да, да, совершенно верно. Вот, понимаете, вот каждая деталька, каждая деталька, это проходит, ну, тысячу раз, как бы, понимаете, чтобы образовалась такая чаша. Кропотливый ручной труд ценился во все времена. Не пропадает спрос на такие эксклюзивные изделия и в 21 веке. К тому же миссия у ярмарки благая. Поддержка малого предпринимательства из районов Мордовии. По итогам посещения муниципальных районов мы поняли, что существует потребность, помимо локальных продаж, помимо тех маркетплейсов, для которых мы уже работаем с предприятиями народных промыслов и размещаем их продукцию на этих маркетплейсах, но также нужно еще живое общение между предпринимателями республики Мордовия, которые занимаются народными промыслами, для того, чтобы они могли свою продукцию продавать именно в городе Саранске. Необходимость популяризации и творчества народных умельцев, временно исполняющей обязанности главы Мордовии Артем Сдунов обозначил на встрече с бизнес-сообществом 16 января. Меньше чем через неделю для них был организован вебинар «Практические кейсы вывода продуктов на электронные торговые площадки и иные каналы сбыта». И эта выставка-ярмарка, организованная Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с администрациями муниципальных образований республики, позволит малому районному бизнесу быстрее освоиться в сфере торгово-рыночных отношений, продать свою продукцию и наладить деловые связи на будущее. Потребитель, к слову, себя ждать не заставил. Яркие витрины привлекали внимание всех и даже тех, кто в дополнительной яркости не нуждается. Вы знаете, одним словом, это, конечно, красота, двумя словами шок и красота, потому что я в жизни не представляла, что столько много красивых, качественных изделий делается своими руками. Себе прикупила грибочки, уже люблю покушать, хорошие грибочки, я взяла последнюю, последнюю, там до меня грузди были, мне опятки достались. А так, красоту нашла себе поставщика цветочков для головного воронового. Скоро новый костюм пошью, используя материалы и изделия собственного производства. Кстати, аж скоро юно, кстати. Еще одним плюсом такого формата ярмарки является живое общение покупателя с производителем товаров. Здесь нет заводского производства и соответственных мощностей, только ручной труд и старинные традиционные технологии. Каждый товар на выставке персонализируется, с каждым изделием связан свой конкретный мастер. О народных умельцах из Мордовии знают не только в республике. Валенки из Ордатовского района, например, заказывают даже в Норвегию. Из шерсти ручная работа, валяем валенки, трудимся над ним, спирамуша работает над ним, по сухому делает, потом по мокрому. А если люди заказывают вышивку, вышиваем. Это три дня. А если без вышивки, два дня. И Чалковский район привез нескольких мастеров. Открывают нашу выставку. Это произведение Евгения Панкина. Это самый хороший керамист из республики Мордовия. Всего несколько вещей мы уже немножко распродали на свое отделение. В центре вы видите у нас чесночница. Это специальный сосуд для хранения чеснока и лука. Он с небольшими дырочками, чтобы чеснок не загнивал. Такие выставки и ярмарки под патронатом Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии в перспективе обещают стать доброй традицией. Поэтому, если вы не успели приобрести войлочную куклу кому-нибудь в подарок или плетеную корзинку для хозяйства, то такая возможность еще обязательно будет. Марина Василевская, Сергей Сколов. Народные новости.